Друзья, я решил изменить вступление, и вот сделал вступление вот это маленькое стихотворение от маленьких сонет. Сонет называется «Так нелегко». Он написан после известных событий 1993 года, после которых я покинул столицу бывшего Советского Союза. И тогда я написал вот это небольшое стихотворение. Написано оно перед уездом в Шереметьево в Москве в 1993 году, в то самое время, когда уже догорел Белый дом. Итак, сонет. Так нелегко раскаяться и жить, и так легко грешить и гадить, и ум и честь, и совесть погубить, и смрад порока за собой оставить. Когда суда гламление есть закон, а вратик расть вполне уже прилично, и с колоколен слышен лживый звон, и проповедник мерзок и двухличен. Взрастет детей на подлости хлебах, на доскверненной родине нажиться, но и донгенций не дают на небесах, и поздно к старости до хрепоты молиться. Куда идем, к чему нам злые лица, и что нестем в неискренних глазах. Друзья, еще раз говорю, как только вы видите говорящую голову на экране, которая вам проповедует и зовет вас встать в строй и идти сражаться, Знайте, что это работает палач. Те, кто отзовутся на этот призыв и пойдут убивать братьев своих, они очень скоро и очень сильно будут завидовать мертвым. Благодарю вас всех за внимание. Теперь слушайте данный ролик. Если вам понравится, я его оставлю вступлением к следующим роликам. Почему? Потому что, если я оставлю то вступление, которое было, то, скорее всего, каждый ролик начнут... У них новую установку, все новые ролики, где там поймаем и дым, и прочее все, они их все просто блокируют. Или затирают в самый низ. То есть это назад не идет, на задние ролики это не распространяется, но новые ролики будут подвергаться большому риску. А я хочу оставаться с вами как можно дольше. Итак, слушайте. Здравия всем истинным детям Творца. Здравия всем, кто меня слышит и всем, кто не имеет такой возможности. Нас очень мало, друзья мои, но мы и есть основа бытия и образа единого. Истину ищут и находят только настоящие. А тени всегда люто ненавидят истину и тем более ее носителей. Слушаем лживый голос из-под воротни мирового капитала. Читаю. Послан эксперта по геополитическим и финансовым циклам Чарльза Хеннера. Его анализ показывает, что мир вступает в огромный цикл войн, который может длиться много лет. Основатель аналитической компании Чарльз Неннер, Решер Центр и многолетний сотрудник Голдман Сач, Мерлин Линч, Рэбабанк и других ведущих компаний. Что же говорит эта говорящая голова? «Я выживу в высокий рейс огромной войны», – сообщил эксперт в интервью USA Watching Dog. О чем я писал, так это о большой опасности, что Россия, Иран и Китай объединятся. Китай наблюдает, как мы поступим с Украиной, прежде чем начать разбираться с Тайванем. Запад смятений и не имеет единой стратегии поведения. Оценки Неннера основанных на циклах, предполагающих человеческий жертв в следующей войне, могут превысить 175 миллионов человек. Кроме того, эксперт отмечает, что мировые лидеры не воспринимают эту угрозу всерьез. Что происходит в этой стране, имеется в виду шаг, произведительно говорит он. Чем они заняты и что это по сравнению с ядерной войной? Ничего. Даже решения Байдена теперь принимаются исходя из ПР-соображения. Если бы Соединенные Штаты оставались независимой нефтной державой, как это было раньше с трубопроводом, благодаря политике Трампа, мы бы не оказались в такой ситуации, когда нефть может подорожать еще на 50 долларов за баррель за один день. Похоже, сейчас нефть может подорожать до 150 долларов за баррель. Она уже подорожала. А может и до 250 долларов за баррель. Что я вам зачитал? А зачитал я вам ложь, которая скрывает истину. Истина же в том, что на самом деле войну нам объявили ровно два года назад, в марте 2020 года. Что цены на нефть назначают сами? Что употребление нефти сократилось в разы. Так, как им надо. Спроса нет. Очевидно, совершенно очевидно, что абсолютный отказ от любых намеков на рынок вообще. Вот эти заявления все означают. И полный отказ от глобального реального рынка. Рынка, как такового в энергогасителях, в принципе, давно нет. Там все фигурирует, все из тех цен, которые устанавливают. То есть они никак не связаны ни с потреблением, ни с производителями, ни с теми, кто добывает. То есть добытчики нефти, газа и так далее, они просто исполнители. Они отдают все в одну копилку. Теперь вот просто посмотрите на ситуацию в разделе состояния Альпийской республики, Швейцарии. Швейцария взяла просто и окончательно растоптала все свои принципы. Она их принципы растоптала тогда, когда отказалась от тайны банковского вклада. Теперь же она полностью отрастоптала все свои принципы, свою собственную конституцию, которые еще 40 лет назад казались совершенно нерушимыми, как горные вершины Альпы. В Швейцарии ввела санкции против России. Россия ввела, объявила Швейцарию врожденной страной в результате этого. Транзакции с Банком России запрещаются, равно как и экспорт товаров двойного назначения, продуктов и услуг в нефтяном секторе. Даже когда полностью, как нас уверяют, были наложены все ограничения на Советский Союз, потом на Гитлерскую Германию на первом этапе, Швейцария никогда, я вам скажу, никаких ограничений ни на что не вводила. А тем более не накладывала никаких ограничений на экспорт товаров двойного назначения, продуктов, услуг в нефтяном секторе. В Швейцарии вообще нет такого понятия экспорт товаров двойного назначения. Страна присоединилась с санкцием ЕС против финансового сектора России и персональным ограничениям в отношении россиян. Персональные ограничения, это вы знаете началось еще очень давно, когда там начали арестовывать счета, так сказать, каннибалов из Африки. Сначала им счета открывали, потом они туда закачивали деньги, потом этого очередного там диктатора, так сказать, смещали, который там занимался каннибализмом, потом его деньги арестовывались. Но эти страны африканские никогда назад ни копейки из этих денег не получали. Более того, скажу я вам, еще с 90-х до ядов в Швейцарии существуют специальные отделы в банках, которые очень четко отслеживали все номерные закрытые счета. Вы знаете, что там есть такие счета, где неясно, кто же владелец этого счета. Так вот, они отслеживали, они прекрасно знали, кто открыл этот номерной счет. И следили, и когда, например, какого-нибудь банкира или там предпринимателя в России убивали, они тихо ждали, потому что понимали, что его счет переходит во владение банком. Швейцарий утвердил санкции против России, говорится в сообщении на сайте Федерального совета Швейцарии. Ограничения вступят в силу в 6.00 вечера 4 марта. Санкции коснулись финансового и энергетического сектора. Да, здорово-то. Швейцария запрещает транзакции с Банком России. Представление финансирования и финансовой поддержки торговли с Россией или инвестиций в страну. Санкционные мемеры касаются в том числе ценных бумаг, займов и депозитов. А как же тот самый банк, сидящий в базе или Всемирный банк? Ведь Всемирный банк создан с участием Советского Союза, я напоминаю вам, министра финансового Советского Союза. Вообще-то там всего 10 стран-учредителей, одна из них Советский Союз. Так вот, все решения этого самого Международного банка, который там сидит в базе или на крыльце которого все время шоу показывает некий господин Швай. Так вот, они все с 1991 года незаконны, потому что они должны приниматься только с согласия министра финансового Советского Союза. Также Швейцария запрещает экспорт продуктов двойного назначения, товаров, которые могут способствовать военному и техническому расширению России, либо развитию оборонно-промышленного комплекса и сферы безопасности. Запрещается в том числе техническая поддержка оказания услуг посредничества и представления финансирования. Экспорт определенных продуктов и услуг в нефтяном секторе. Не допускаются поставки продукции, которые могут использоваться в авиации и космической сфере. Связанные услуги страхования, инспекции, посредничества и финансирования тоже запрещены. Браво! А что же тогда разрешено? А ничего, я вам скажу, ноль. Все запрещено. Зачем? Да потому что им надо очень быстро через колено сломать мировую финансовую систему. А кто будет виноват в этом? Конечно же, во всем будет виновата Россия. Потому что не надо сломать ее совсем. Для этого надо уничтожить евро, доллар, страховые компании, которые даны огромной финансовой пирамидой, огромные банки, которые финансовую пирамидой. Всю систему мировых финансов надо уничтожить. Потому что уничтожается экономика. Потом скажут, вот, да, так получилось. Сначала у нас был Луханька непобедимый, который, так сказать, дал большой фундамент, заложил под все это. А теперь мы устроим войну. Причем войну, как я вам говорил, очень нелепую. Вообще люди, которые пишут про войну, меня все время поражают. Они вообще о чем думают? Ну, откройте вы, почитайте технические характеристики, оружия. Там пишут люди. Луберт, как человек из Градов. Ребята, один залп Града превратит такой город, как Луганск, в пепелище, спораженное на 4 метра вниз землей. 145 тысяч квадратных метров выжжено из земли, как минимум. Дальность осколочно-фугасного выстрела одной ракеты из Града составляет 30 с лишним, 32 километра. Если не понять, я никогда не был артиллеристом, но я хорошо помню характеристики. Один зал Града, склон горы большой, превращал в наглубленную 4 метра, вспекшийся камень, сплавленный в стекло. О чем вы говорите? Какой Град там применять? Кто будет применять? Да 4 установки Град превратят весь Киев в груду дымящихся руин, просто-напросто. Весь Киев, я подчеркиваю. Каждая установка сделает по два залпа и все. Люди вообще сами не понимают, о чем они говорят. Они вообще ничего не понимают в этой самой армии. Такое впечатление, что вообще офицеров не осталось. Те, которые остались, они совсем не офицеры, а какая-то армия идиотов, что ли. Или просто им приказано так лгать, так красиво. Кроме траво, страна присоединялась к ограничениям, которые уже ввел Евросоюз несколько раундов, в том числе к персональным санкциям ЕС. Против бизнесменов из России 28 февраля. Не заметим, что бизнесмены России почти все крупные, которые там... Я все время над ними смеялся, когда, вам помните, я ролики делал и говорил, они кладут свои денежки в карманы врагов своих. То есть, они считают, что они богатые, потому что они положили деньги в швейцарский банк. Ну вот, если у вас есть очень плохой сосед, воровитый, жадный, к тому же враг. И вот вы берете ваши накопления, несете этому соседу и даете ему на хранение. И думаете, что он честно позволит. Когда вы придете к нему на другой день и скажете, дай мне там немножко из тех, того, что я тебе положил, я хочу там пойти купить себе еды. Что он вам скажет? Наверное, он будет долго смеяться. Это подразумевает Швейцарии отключение некоторых банков из России от международной финансовой системы SWIFT, а также персональные ограничения в отношении лиц, которых ЕС внес в санкционные списки. Их активы из Швейцарии будут заморожены. То есть, грубо говоря, будут конфискованы. Далее следует совершенно уникальное по своей тупости заявление. Введение санкций против России, не то есть думайте в это, соответствует нейтральному статусу Швейцарии, говорится в обращении Федерального совета Швейцарии. Браво, Федеральный совет Швейцарии. Друзья, когда под ногами твари горит земля, обреченные на скорую смерть народности единого нашего рода русов, с упоением режут друг друга, почти не имея никакого оружия. Хорошо еще, что они в основном друг друга режут в соцсетях пока еще. Особенно смешно выглядят поджигатели танков и забиватели самолетов и вертолетов, которые, лежа на диванах или креслах возле компьютера, сожгли их уже столько, сколько в мире никогда и не было, и не будет их произведено. Но у нас, оказывается, куда более важные проблемы есть. Например, права тех, кто все равно во главе у нас, права тех, кто считает, что мужчина должен стоять в известной позе и ласково шептать, ну, приди же ко мне, мой шалнишка, твоя девочка тебя очень ждет. Или, что давно пора сделать общественные туалеты, едиными и писать на двери вместо ЭМЖО, надо писать ОНО. А еще отменять слова, которые ребенок генетически говорит первой мамой и папой. Нет, я, конечно, очень переживаю о гендерном равенстве, ибо как оно может защитить себя от злобных москалей и злобных бендерцев. Есть риск, что в этих условиях оно исчезнет совсем среди всех палачом обреченных. Есть такой риск, понимаете, очень печально. Но так, к сожалению, так происходит, что там злобные есть москалей, и злобные бендерцы, которые могут вот это гендерное равноправие свести к нулю. Оптимисты безумные считают, скрипя зубами. Причем я подчеркиваю, что они скрипят зубами так, но считают. А что они считают? Они считают так, что это нормально, хорошо это, просто прекрасно. Вот просто вы подумайте, что они говорят. Что на следующем этапе рынок акций США, ой-ой-ой, может рухнуть на 15 тысяч пунктов по промышленному индексу Доу-Джонса. После этого в течение следующих нескольких месяцев снижение продолжится. Бешеный оптимистический прогноз по-прежнему нам внедряет, что в конечном итоге индекс Доу-Джонса упадет до отметки около 5 тысяч пунктов, то есть примерно на 85%. Но зато он будет жить с текущих уровней. Они никак не понимают, что в ситуации свободного падения рынок очень скоро и быстро пробьет дно, несмотря на все их парашютики с прошлогодних одеванчиков. И через некоторое время скоротечные минаю не все забудут о том, что такое вообще был этот индекс Доу-Джонса. А в России в это время исчезают все рестораны фастфуд, начиная в МакДол, конца и пицца Хаттам, КФС. Что есть еще сказать перестройщикам и демократам, топившим за Бориску Поганову и Кукупу, когда они уловили с первым МакДональдс в Москве? Вспомните. Пора им всем вбить осиновой коле, хотя бы в портреты вот этим всем вождям. Чтобы больше не встали никогда, вроде Бориски. Друзья, ролик во вторник был не монетизирован у меня, и, видимо, тут, так сказать, они решили... Ну, когда ролик не монетизирован, обычно его не распространяют. Мало того, что он ничего не приносит, но его еще и не распространяют. Ниже под роликом, тем не менее, мина тех, кто оказал помощь. Буду работать, друзья, пока смогу, так как с финансами такими сегодня в этой системе, когда киловатт электронегии уже стоит до 70 евро центр, а дизель достиг на отметке уже 3 евро за литр. Сегодня у нас 10-е. Будет уже не до интернета, наверное. А надо будет огородом заниматься, заготовками, дичьи, рыбы, грибов и ягод. Если цена такая будет расти, времени заниматься творчеством будет мало. Поскольку вы тоже помощь оказывать мне не можете в основном. Большая часть находится на территории, как вы понимаете, России и Украины, оттуда... Вот вы просто посмотрите под роликом на тех, кто смог оказать помощь. И все понятно становится. Ну, это я говорю, я буду держаться до последнего, пока смогу. А война виртуальная пока еще весьма эффективна, тем более. Как абсолютное оружие нечисти. До окончательного безумия уничтожения даже видимости с существования США. Будет она продолжаться. Я уже сказал вам, что война на самом деле выглядит, мягко говоря, очень смешно. Мне тут пишут, вот ты там пишешь, что нет войны, у нас весь центр Харькова лежит в разваливках. Я уже вам страст сказал, вас бомбятся тех самолетов, с которых распыляли. Но они не подчиняются, ни России, ни Украине, тем более. Вообще, я не знаю, что это за самолеты. Я даже не знаю, что это за самолеты такие. Там летают. Президент Джо Байден во вторник, 2-го, 8-го марта подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на документы. В указе отмечают, что президент расширяет в сферу действий чрезвычайного положения в стране, объявленный исполнительным указом 14 на 24 от 15 апреля 2021 года. При этом там тут же появляются всякие спекуляции, типа там глава российского центробанка убежала, скрылась в отставку. Ну, от себя-то не убежишь в любом варианте. К возу США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масло, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию. Потом они сказали, ой, у нас же вся энергетика атомная станет, нет, уран мы будем экспортировать, импортировать из России. А решение запретить импорт энергоносителей из России Джо Байден объявил ранее во вторник. Ему, конечно, сказали, что объявить, он пошел и объявил. Байден тоже предупредил, что цены на бензин в стране продолжают расти, заведенных в отношении России ограничений. Вообще такое интересное вот заявление, там есть еще заявления, вообще они совершенно уникальные, значит, то в мире наступит голод, что вымрет 20-25% населения от голода, но демократия нам дороже. Пусть все население Европы вымрет, но зато мы, так сказать, будем сражаться за демократию до самого конца, до последнего, как говорится, француза и немца. А тем не менее, третий всадник голод уже готов к старту, хотя всадник войны еще даже разбег не начал хороший, то есть он голуб еще не перешел, судя по всему. Вот, где можно ожидать дальше конфликта? А где угодно. Индия, Пакистан, Индия, Китай, Китай, США, все что угодно, везде могут. Там будут гореть к военной корабле, там будут сбиваться самолеты, там начнутся конфликты, конфликты могут и внутри Европы возникнуть запросто, где угодно. И как угодно, по любому поводу, и без повода тоже. Главное, чтобы побольше было этих конфликтов, чтобы окончательно разбить всю экономику. то есть, когда все станет, все машины станут, все транспортные перевозки станут, тогда станет совсем хорошо. нам сообщают, что мир столкнулся с дефицитом предложения после начала военного конфликта в Украине. Фьючерсы на пшеницу достигли беспрецедентного максимума во вторник, подчеркнув серьезные последствия для мировых поставок продовольствия из-за войсковой спецоперации России в Украине. Наиболее активные фьючерсы в Чикаго подскочили до 13,635 долларов за бушей, что ли? Нет, 13,635 долларов за бушей в начале торговой сессии, что представляет собой обширняющее рост цены за зерно в этом году на 77%. Мир столкнулся с огромным дефицинным предложением, поскольку конфликт прорывает поставки из Черноморского региона, на долю которого приходится четверть мировой торговли зерновыми и большая часть торговли подсолнечным маслом, то есть семечки-то везут из России и Украины подсолнечное масло, масло сарец подсолнечное везут. Везли, уже не везут. Кстати, в Россию тоже не везут. Ну и как вершина маразма в области организации голода, читаю. Вам так будет для интереса просто. Военная операция Путина ставит под угрозу прообитания людей во всем мире. Заявил во вторник министр сельского хозяйства Германия джем джем оздемир. То есть няня маленькая смешная кукла по имени крошка Пу. Основная причина всего грядущего голода. Представляете какой злодень этот крошка Пу. Пример безумия манипуляции сознанием хомяка обыкновенного. Вот еще просто пример. журнал Мотор пишет Тойота приказала своим сотрудникам и членам их семей немедленно покинуть Россию. Через несколько часов Авито пишет Тойота и Лексус возвращаются на российский рынок несмотря на санкции. То есть сознание хомяка с совсем уже замученного жизнью и такими информациями непонятными сожжет. Представляет такая эпическая в стиле драмы мрачная картина. Сотрудники Тойота в России быстро хватают тревожные чемоданы и своих жены с детьми под мышку и мчатся в сторону ближайшего аэропорта таяя из раскрывающих чемоданов сложено туда белье. Как вы знаете японские куглы очень исполнительны. И вот они уже все бросят в России и летят в свою Японо-мать и там уже ждут с плакатами от начальства возвращайтесь назад и работайте как прыжди. Да, танки слабели, их почти не осталось, а Марат скрипчает. Вот еще пришло письмо Ульяны из Кейптауна, Южная Африка. Доброго времени суток Марат Пишу вам впервые, хотя уже давно собиралась, но обстоятельства личной жизни занимались слишком много времени. Хотелось бы от всего сердца поблагодарить вас за ваш канал. Благодаря вам многое прояснилось во всей неразберихе вокруг. Я бы хотел поделиться некоторыми своими наблюдениями, касалось бы ни калукового отношения друг к другу не имеющих событий, происходящих в стране, где я живу уже 16 лет, в ЮАР. Сегодня расскажу о постоянных, проходящих, непрекращающихся отключениях электричества по всей стране, не только в Кейптауне. Все началось на постоянной основе в ноябре-декабре 2019 года и продолжается без перерыва до сих пор. Под громкие крики об энергетическом кризисе в стране главный поставщик энергии ЭСКОМ просто по Твиттеру однажды понедельник в 16.40 объявил, что надо экономить электричество. Поэтому с 17.00 понедельника до 5.00 в воскресенье они начинают отключать. Разделили каждый населенный пункт на районы с номерами, каждому номеру в зависимости от ступени ландш сеттинга на 2.5 часа в день минимум полностью вырывает электроэнергию. Причем ступеней этих 8.00 если на 1.00 это происходит раз в сутки, то на 8.00 4.00 5.00 раз в сутки. Были недели, когда между отключениями интервала было 2.00 часа. Хочу отметить, что вверх нет центрального отопления, хотя даже летом ночью холодно. Поэтому все используют электрообогреватели и готовятся только на электрических плитах. Газовые плиты роскошь, поэтому здесь нельзя как в России отказать сказать отключили свет. Если отключают электричество, то все замирает. Она прислала даже скриншоты в скриншоте сегодня на носе я ввела к красным сообщение, что из-за вот этих отключений остановили движение всех поездов. Я наверное более спокойно отнеслась ко всему этому, но мой русский подливый мозг не дает мне покоя, но никак я не могу сопоставить два факта. Энерго кризис, полное затемнение по ночам и горящие весь божий день прямо при ярком солнце по всему городу уличные фонари. Марат, может вы мне объясните почему? Заранее благодарю Ульяна Кейптаун ЮАР. Друзья, я решил в этом ролике вообще особо картинки не ставить, поэтому не будут ставить скриншоты, там все ей видно. я эти скриншоты на сайт переброшу, там посмотрите. Попрошу Василия, нам на сайте опубликовал эти скриншоты и вы их увидите. Друзья, я не знаю, вот мне пишут многие, там на сайте мы не можем найти информацию, но идите в информацию подать, если я говорю, например, 8, открывайте, смотрите, какой ролик опубликован на 8, внизу кликайте на это ролик и внизу вы найдете всю информацию, которая вам нужна, там все новости, которые под роликом там внизу далее идут. Многие пишут, мы не можем зарегистрироваться на сайте, но не можете не регистрировать, вы главное себе сайт зарегистрируете, ваш смартфон, ваш компьютер, ваш ноутбук, чтобы не потеряли адрес сайта и все, когда вы придете YouTube и что и будете работать. То есть вот что происходит у Ульяны там в городах в этих Кептауне. Фонары сильные, вы знаете, высокие, которые на столбах стоят и страшно энергоемкие, горят днем под ярким солнечным светом. Кстати, такую же дурость можно часто было наблюдать во Франции. А в домах света нет и поезда останавливаются. Ну, во Франции как? В мэрии забыли рубильник повернуть и там горит постоянно, значит электричество есть. Ну, для чего это делать? Людей постепенно приучают. Лягушку вает медленно. Людей приучают постепенно. Ну, когда приучают, то надо немножко, наверное, головой думать, находить альтернативные способы решения этой проблемы. Например, если электричество не будет, то надо подумать, на чем я смогу готовить пищу. Наверное, есть магазины, например, где можно купить, ну, на всякий случай, для резерва небольшую газовую плитку для туристов с баллончиками. либо и там, крепление стандартное, можно купить маленькую плиту и большие баллоны поставить. Ну, так, пусть лежат. Потому что керосинку вы нигде не купите. Керосинки это уже ни керосина, ни керосинок вы не найдете. Костром, как говорится, в квартире не отопишься. буржуйкой тоже. Где вы возьмете, чем эту буржуйку топить? Я вам часто говорил, что электроэнергия и углероды страшное оружие нечисти. Я даже в окку роликах где-то в конце конца 19-го начала 20-го года приводил вам простую схему. уничтожение жителей крупного мегаполиса простым отлучением электроэнергии. Это все очень просто. Нет воды, нет света, нет тепла, ничего не работает. Вот вы сидите, например, на девятом этаже, а ничего нет, света нет, воды нет, тепла нет, литр тоже не работает. Потому что электричества нет, холодильник не работает. закрыты все магазины, без электричества они не работают, тоже. Магазины в холодильниках портятся продукты, тоже. Без энергии не работают заправки для машин, негде налить себя. А выезды из города блокируют идиоты в форме, которым говорят, что жители они таким образом спасают. Ставят там бронетранспортеры с танками, блокпосты делают и все. Вот люди помчались например на выезд в сторону кольцевой и уперлись в блокпост. Там с утеса прошлись очередью по скоплению машин. Все, заторг полный. Потом никуда вы из города не выйдете. Будет перед вами состоять полостная стена машин. Только пешком. А пешком много готово. У кого дома есть походный рюкзак, хорошая одежда, обувь хорошая, с ботиночки, ствол охотничий, рыболовные снасти, саперная лопатка и так далее. Мы взяли рюкзаки и пешком потихонечку, чтоб не прострелили, мимо вышек пошли из города по-пластунски. То есть заходят через две недели в таком мегаполисе, например, как Лондон, не будет ни одного живого человека. Просто никто не выживет. Ольга, я с ней переписываюсь по телефону с границей, с Луганском, пишет, что лея сидят в таких типа убежищах, например, в подвале под детским садом. Те, которые сильно напуганы, на окраинах стреляют из колшей. Стреляют из тяжелых пулеметов тоже, я так думаю. На территории якобы давно взятые доблестные мальцами России, причем идет пальба. Это же Луганская область, просто та сторона часть, которая у Украины осталась. И вот там идет пальба. На окраинах города бойцы ВСУ врывались дома, где не открывают, выносили дверь, обивали окна и ставили бок на пулеметы. Но, друзья, если вы не знаете, калаш прошивает стенку панельки на вылет, про СВД я не говорю, а утес прощет весь дом насквозь, будет решето, и его пули даже не заметят этих стеночек. То есть делать опорную точку в квартире могут только для спектакля, либо законченной картины. Потом Ольга пишет, что вот там, потом она прогулялась сюда, когда стрелять перестали, эти дома, которые освобождали бойцы ВСО, от жителей стоят взорванные, разбитые, стреляют. людям говорят, что стреляют изграды, я сказал, стрелять изграды не могут. Максимум, может быть, там какая-то минометная батарея маленьких минометов калибра 45 где-нибудь пуляет для шума, шум-то легко создать, и все. Но подрывать дома тоже легко. то есть делать опорную точку в квартире могут только 100% только для спектакля. Либо какие-либо законченные картины, которые вообще не знают, что такое война. Другая Светлана из поселка там километра 80 от Ольги тоже на территорию пишет целый день якобы стреляли по нашему поселку. Ни одной дырки в стенах а грохот стоял страшный. Въехали три броневика на колесах. Написано флаг Украины на борту нарисован, а ниже знак Z. А мы этих алкашей давно знаем. Они у нас тут все время околачивались, деньги вымогали за проезд на территорию ДНР, так как у нас там родственники туда-сюда мотались, торговали. С ними, как сказал муж, были бойцы из ДНР, хотели сделать фото их. Сказали, что сломают смартфон и раздают сапогами. Потом приехала какая-то съемочная группа из Киева. Это граница России. То есть там территория уже давно России заняла. Там съемочные группы приезжают с Киева, с телевидения. С ними был танк и какие-то маленькие броневики на колесах. Два сделала полный солдат, за городом два часа что-то жгли, дым шел страшный. Бухало и стреляли. Съемки закончились, гореть перестало, стрелять перестали. В общем, война у нас, а вот продуктов осталось дома на три дня максимум. У нас из поселка уехало несколько десятков девок беспутных на эвакуацию. Им сказали, что поедут в Италию. Они ранее родились как на ночную работу, накрасились и в таких мини, что выше попановосят сели и уехали в каком-то старом автобусе. Потом они вернулись через сутки почти голые, ободранные, сказали, что автобус сломался недалеко, из автобуса их выгнали, а какие-то солдаты увезли в какую-то землянку, обобрали всю ночь насиловали. Полиции в городе нет, глава смылся давно, интернет есть, вода есть, мобильники работают. Вот такие новости. А вот новости из Лондона. Власти Великобритании конфисковали самолет, который предположительно принадлежит гражданину России. Об этом заявил глава Минтранса страны Гранд Шепс. Цитату приводит Ройтерс. Судно конфисковано, имеется ввиду воздушное судно, а время проведения расследования в соответствии с которым британские власти устанавливают личность владельца собственности. Самолет предположительно принадлежит россиянину, который сейчас находится в городе Фарнборо. С момента начала российской спецоперации по защите населения я вам только что рассказал. Вот очевидцы у меня на телефоне прямо сия. По защите населения Добаса с Украины уехало более двух миллионов человек. Заявил Верховный комиссар Организации Объединенных Наций ООН под делом беженцев Филиппо Гранди. Об этом сообщает опять же тот же самый Ройтерс. Число беженцев Украины составляет 2,1 22,2 миллиона. Оценил Гранди обстановку на 9 марта. Комиссар активно пощает европейские страны, принимающие украинцев. Наиболе увязвимой перед потоком украинских беженцев страной он назвал бедную Молдавию. А из Польши сообщают вот прямо пишут переходы открыты на всех пунктах пересечения границ с Украиной. Теперь там пропускают даже людей с просроченными достойной личности или вообще без документов. Какая жесть. Идет в ответ жесткая реакция в соцсетях Польши. Как только там этих беженцев не называют. Называют неблагодарными тупыми глупыми идиотами. А многие опасаются, что пусть такого поляки сильно изменят свои отношения вообще ко всем украинцам. Пусть возвращаются свои подвалы. Наверное им там будет лучше чем у нас. мы это гарантируем, что в подвалах вам будет лучше чем у нас. Это я сети просто читаю польские. Скромно, но у нас тоже самое. Хотят курортных условий, а не проживания. Выгнать вообще всех с Польшей над Украиной, отобрать все вещи и выгнать. Это не люди, а какие-то сволочи. Это я просто читаю. Я никак не комментирую комментарии в Польше. Поверьте, на западной Украине тоже много таких ситуаций. Хотят развлечений, пишут пользователи соцсетей. Там очень много гораздо более жестких постов, просто матерных, сплошь один мат. Цитировать не буду сами, кто хочет, найдите. При этом потрясает реальная информация официально от пограничников Польши. По данным польской погранхан с 24 февраля с Украины в Польшу приехали 1,3 миллиона человек. 93% приезжающих граждан Украины, 1% поляки, 6% граждан других стран. Далее поток вырос, и согласно целкам польских властей, только около 500 тысяч детей прибыли за последние две недели с Украины. Находятся сейчас в лагерях в Польше. Детей отвозят в лагеря Красного Креста, мест не хватает. Дети спят по очереди, еды не хватает им. Одежды нет, души нет, туалета нет, проводят с ними все необходимые процедуры при этом медики, включая комплексное иглоукалывание, потому что они не знают, делал ребенок это или нет, они всем подряд весь комплекс в 18-м по-моему процедур. Сразу вводят. А вот взрослыми, которые приехали с детьми всеми, занимаются волонтеры, но они быстро теряют всякое желание работать с мигрантами, закрывают, заблокируют свои телефоны, которые размещали до этого, предлагают к ним обращаться. Так как в соединенных уже очень много волонтеров, которые пострадали, подверглись страшному насилию и грабежам. Заметь, что это в огромном количестве есть в сетях и в СМИ. При той экономической ситуации, в которой сейчас находится еврозона, и при том, что польская практически ничего не дает для беженцев, как и молдавская, а жителям самой Польши уже тоже мечтают сбежать куда угодно, только бежать полякам куда? Некуда. Также тоже ситуация находится в правительстве Испании, Италии, Португалии отрыто игнорируют начинающиеся в их странах голод и продолжают усугублять ситуацию. Самое смешное заявление сделала говорящая голова Машка Промакашко из России. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине не ставит целью сверху действующую власть стране, цитирует ее ТАСС. Она подчеркнула, что целью операции защита Донецка Луганская народных республик, демилитаризация и денацификация Украины и остранение военной угрозы России, которая, по словам Захаровой, исходит с украинской территории, и за ее освоение странами НАТО, которые ходят там и удобряют, осваивают цельную Украины страны НАТО, включая накачку оружия. Взначе операции не уходит ни оккупации Украины, ни разрушению государственности, ни свержению действующей власти, заявила представитель МИД РФ. Также, по ее словам, спецоперации не направлено против мирного населения. У нас все идет по плану, заявила она и сверилась с календаревой маленьким своим календариком. Вопрос в том, что она в нем отмечает в этом календарике. Интерес сообщений из Грузии. В МИД Грузии назвали число россиян, прибывших в республику, сначала специальной операции России на Украине. Об этом сообщил глава ведомства Вахтанг Гомелаули, передает ТАСС. Он заявил, что с 24 февраля по 8 марта за 13 дней Грузию постили более 20 тысяч россиян. При этом Гомелаули отметил, что за аналогичный период в 2019 году республику появились выше 40 тысяч российских граждан, то есть гораздо меньше. Глава МИД также подчеркнул, что большинство превышенных Грузии россиян это жители северокавказских регионов, которые отдыхали в Турции и не смогли напрямую вернуться на родину из-за пристановленного авиасообщения. Министр добавил, что на данный момент из 20 тысяч превышенных граждан России в Грузию там осталось около 3000 человек. Помните, друзья, я вам очень давно говорил, что туризм уже прошлое, далекое прошлое, то, что осталось, это остатки, так сказать. Вот сообщение. Стало известно, что в настоящий момент на руках у россиян официально находится более 140 миллионов активных карт виза и мастер-карты. С 11 марта они будут работать исключительно в три страны. Я думаю, еще столько же есть карт, которые выданы западными банками россиянам, которые имеют там счета за границей. Так вот, эти счета будут блокировать россиянам, у которых есть счета за границей. Не всем, конечно, а тем, у которых есть большие деньги. Специалисты заявили, что в сложившей ситуации сильнее всего пострадает самостоятельный туризм. Теперь россияне не смогут купить авиабилеты на сайтах зарубежных авиакомпаний и онлайн агрегатов или забронить проживание на зарубежных сервисах. То есть Booking.com уже в России работать не будет. Преона отмечает, что некоторые авиаперевозчики, например, Турция и Арабские Эмираты принимают оплату картами «Мир». Преон свободы с широким выбором комбинации стыковочных авиаперелетов в любые уголки мира и обратно больше нет. Преодается летать только теми авиакомпаниями, которые принимают мир «Мир». И в ограниченное количество стран подчеркнули «ВАТОР». А потребление авиационного керосина, друзья, в это время в мире снизилось 16 раз. Но цена на нее бьет все рекорды. А вот тысячи контейнеров, которые везли в Россию в продовольствие, гниют продукты, питание. То же самое происходит в автомобилях. Интересно, куда будут вываливать охлажденное мясо, рыбу, бананы, апельсины и прочее скоро портящиеся продукты. То же самое «Майерск». А «Минторг» при этом разрешил сетям и магазинам вводить ограничения на количество товаров одни руки. Китай готовит, я вам говорю, это, так сказать, информация сбоку из Китая, готовит к отправке в Россию специальные пакетки помощи на каждого человека, на ребенка и на взрослых пакетики такие там с кормом. Потому что в магазинах скоро ничего скорее всего не будет. Ну, что сказать? Как я говорю, тем не менее, основной удар идет по Европе, а не по России, потому что Россия огромная территория, и тот, кто захочет, он сможет жить на территории России, питаться, кормиться, жить. Но они, конечно, не в городе, не в Питере, не в Москве. А вот, например, сельское хозяйство, если дизеля не будет из России, принялищим цену, да, кстати, французские рыбаки перестали совершенно выходить в море, ловить рыбу, как на Атлантике, так и в Балтике. То есть, Франция осталась без свежей рыбы, совсем. потому что цена уже такая, что они просто не могут, у них это будет, убыток полный, рентабельность никакой не будет. И это, так сказать, только цветочки начинающиеся, потому что там в среднем на 20% в день цена, она сейчас идет вверх на топливо. То же самое в Испании, то же самое в Италии, то же самое будет с фермером. Фермер что сделать? Он зарежет своих коров и не будет сейчас делать пассивную весной. Просто. Что это означает для Франции? А Франция это означает страшный, немедленный, тотальный голод. То же самое опять-таки Португалия, Испания, Германия, все будет то же самое, одинаково. То есть, либо это вакханализ с топливом, с энергетикой заканчивается с газом, либо будет то, что я говорил. Некоторые такие очень бедные и несчастные с Африки будут заниматься ритуальным поеданием сами понимаете кого, прямо на улицах того же Парижа. Это очень плуя. Я это говорю то, что они планируют, то, что у них сегодня получается и как у них это получается. Почему получается? Потому что терпят все. Я говорю, терпение самый страшный грех. Люди терпят, с ними делают все, что они хотят. Их обманывают, они верят. Им говорят чушь всякую, они верят. Им гнушают, что идет война, они верят. Война идет действительно против нас. Идет одна и та же армия, воюет против нас везде. Какая разница, где? Никакой разницы нет, где она воюет. Что в России, что в Украине, это одна и та же армия. Просто они берут людей и заставляют их воевать против своего народа. Вот и вся истина такая простая. Очень. То есть тот, кто берет автоматы и идет за них сражаться, неважно за кого он идет сражаться, что там нарисован у него, зет нарисован или серп и молот на лбу, он идет сражаться за них. За убийцей людоедов. И героев там никаких нет. На этом, друзья, я сегодня завершу этот ролик. Ждем равновесия, всем сил душевных и здравия. В следующий выпуск будем надеяться, что он будет более веселый, более позитивный и он, как всегда, будет в воскресенье. До воскресенья!